Словом, пустынники обозначают не какую-то определенную группу людей, а вообще всех наемников, которые были рождены в пустыне и теперь зарабатывают на жизнь физической силой и боевыми навыками. Наемник — крошечная печинка в огромном мире пустыни. Чтобы выжить, им приходится объединяться в отряды и вольные группы. Но пустынников так много, что большинство из них обречено на забвение. И только лучшие среди лучших, как Дехья, оставят след в людской памяти. Если вам нужен телохранитель, советуем обратить внимание на Дехью. Заплатить за ее услуги придется недешево, но, поверьте, оно того стоит. Все жители пустыни, и Дехья не исключение, с раннего детства учатся понимать пески. И даже местные жители, давно привыкшие к пейзажу пустыни, временами трепечат перед мощью суровой природы и склоняются, чтобы поцеловать песок под ногами. Наемники — самые отважные представители пустынного народа. Они сроднились с такими суровыми условиями пустыни. Их жизнь нельзя назвать легкой. Поэтому наемники так ценят заботу друг от друга. И такая связь между товарищами по отряду крепостью не уступает кровным узам. В детстве семьей Дехьи был отец и ребята из его отряда. Когда она выросла, ее новый отряд стал пламенные звери. Этот отряд стал новой семьей Дехьи. Дехьи пришлось на какое-то время покинуть пустыню, чтобы выполнить поручение в тропическом лесу. И там она часто скучала по ночным посиделкам с песнями вокруг костра. Куда бы ее ни забросила судьба, Дехьи навсегда останется дочерью песков. Дехьи постепенно заработала себе авторитет среди пустынников. Товарищи по отряду очень ею гордились. И однажды во время общего сборища самые веселые ребята предложили выбрать Дехьи звучное прозвище. Но Дехьи не какой-то желторотый новичок. Она знала, что на прозвище не стоит возлагать лишних надежд. Правда, если отряду хочется повеселиться, выбирая ей прозвище, почему бы и нет? Слушая разные нелепые варианты, которые предлагали товарищи, она не могла удержаться от смеха. Атмосфера была такой же, как и в детстве, когда отец рассказывал свои истории. Толь ночи ей предложили множество смехотворных и абсурдных прозвищ. Что ж, повеселились и хватит. Но тут заговорил один из старых наемников отряда. Сначала он сказал, что все прозвища никуда не годятся. И спросил. Вы знаете легенду о Льве? Дехьи, конечно, знала. В детстве отец ей рассказывал уймы старых сказок и легенд. Она хотела забыть все, что связано с отцом. Но память не так легко уничтожить. И пока она буждала по извилистым тропинкам своего прошлого, товарищи придумали излучное прозвище. Пламенная Грива. Она ненавидела человека, который впервые рассказал ей легенду о Льве. И отказ готов был сорваться с ее губ. Но Дехьи вдруг поняла, что это будет слишком мелочи, но по отношению к товарищу. Неужели она должна избегать всего, что связано с отцом? Только потому, что хочет его забыть. Конечно, нет. И вообще, когда те истории подарили Дехьи настоящее тепло, они познакомили ее с миром, открыли ей глаза. И это было по-настоящему. Так что пусть будет Пламенная Грива, почему бы и нет. Не самое плохое прозвище. Дехья — настоящая красавица. С этим согласятся все, кто с ней знаком. Ее глаза цвета сапфира. Медовая кожа сияет под солнцем. А длинные блестящие волосы цвета черного золота качаются в такт каждому ее шагу. Жители пустыни превозносят женскую красоту. И считают красивых и сильных девушек воплощением жизненной силы. И Дехья уделяет большое внимание своей внешности. Если условия позволяют, она не упустит случай принять душ, чтобы смыть себя запах пота. В свободное время она любит походить по рынку и купить новую косметику. Которая однажды может пригодиться. Дехья привыкла краситься каждый день, поэтому косметика уходит очень быстро. Наемники — жестокий народ, привычный к дракам и сражениям. Им в голову не приходят тратить время на наряды и уход за собой. В их компании Дехья со своими привычками выглядит несколько чужеродным. Иногда товарищи по отряду спрашивают Дехью, почему ей так важна собственная внешность. Чтобы у заказчиков осталось о ней хорошее впечатление. Чтобы отмежеваться от собратьев, которые не особенно следят за своим внешним видом, чтобы всегда быть красивой. Часть моря, заработанной потом и кровью, она тратит на украшения и косметику, считая это своим заслуженным вознаграждением. Когда каждый день ты имеешь дело с оружием, это очень выматывает. И теплый мир заботы о себе помогает Дехе снять доспехи и с нежностью посмотреть в завтрашний день. Безусловно, Дехья дерзкая и неукротимая наемница. Но еще, она очень красивая девушка. И это главное. Если не вдаваться в индивидуальные различия, обычно считается, что женщина уступает мужчинам физической силе. Дехья от природы совсем не силачка. Тем не менее, она пользуется огромным уважением среди наемников. И на то есть свои причины. Во-первых, пусть Дехью нельзя назвать самой сильной среди пустынников, с ее мощью приходится считаться. Если не верите, попробуйте подержать двуручный меч Дехьи. Чтобы ловко управляться с таким тяжелым оружием, нужна немалая сила. Во-вторых, за плечами у Дехьи богатый боевой опыт. Все знают, что тяжелое оружие вынуждает своего обладателя жертвовать скоростью и маневренностью. Иногда она вовсе бросает меч и пускает в ход свои кулаки. Дехья готова пожертвовать оружием, чтобы выиграть время и захватить инициативу. А дальше она уже действует в зависимости от условий. Кроме искусства ведения боя, Дехья владеет множеством навыков выживания в пустыне. Заказчику важнее всего, чтобы наемник умел подстраиваться под обстоятельства и решать конкретные задачи. Если хочешь заработать хорошую репутацию среди нанимателей, одних кулаков мало. В пустыне способность одолеть сотню и даже тысячу врагов еще не делает тебя лучшим из лучших. Умные наемники всегда знают, когда сражаться, а когда отступать. А лучший стратег тот, кто сумел выйти из боя целым и невредимым. В отличие от остальных выходцев из пустыни, которые сразу стремятся забыть свое прошлое, Дехья всегда гордилась тем, кто она такая. Однако происхождение нередко доставляло ей неприятности. Заветная мечта Дехья – уничтожить эти оковы. Сейчас она размышляет над тем, чему посвятить свое будущее. Как высоко может забраться человек, не всегда зависит от одного его желания и воли. Она это хорошо понимает. Но если однажды выпадет такая возможность, Дехья постарается вернуть пустыне надежду и изменить жизнь своих собратьев. Она никогда не забудет, где ее настоящий дом. На самом деле, Дехья не помнит, когда у нее появился глаз бога. Но она догадывается, что это случилось вскоре после ее ухода из отряда отца. В то время она была одержима идеей стать сильнее. Для наемника нехватка силы грозит невозможность убрать достаточное поручение. А значит, тебе может не хватить моры на еду. Именно тогда рядом с Дехья появился глаз бога. Но с деньгами было так туго, что она даже подумала обменять его на мору. Дехья считала, что вместо безделушки, который не приносит никакой быстрой прибыли, Архонт могла бы отсыпать ей немного мора, если на самом деле о ней заботятся. И хоть и глаз бога позволяет ей управлять элементами, победа в битве все равно определяется техникой, смекалкой, стратегией и физподготовкой. Последующие события показали, что сила архонтов не безгранична. Как бы ни был мудрый и велик Архонт, даже его могут посадить в темницу. Дехья любит свой глаз бога, но он не сделал из нее фанатическую почитательницу архонтов. Она наемница, а наемники верят только в оружие и в пот, пролитые во время бесчисленных битв и сражений. Как же моя жизнь изменилась, после того, как я получил мою визию? Хм. Ну, очевидно, это дает мне экстракт в борьбе. Но, в чём-то, самое главное для меня, это, что это помогает мне привести несколько других морков в Блэзинг Биасты. Субтитры создавал DimaTorzok